У Республиканского управления Федеральной службы исполнения наказаний новый начальник. Полковника внутренней службы Леонида Мустайкина в новой должности представили руководителем органов государственной власти, силовых ведомств, общественникам и прессе. Как это было, видел Павел Степаненко. Республиканское управление Федеральной службы исполнения наказаний не имело официального руководителя с марта этого года. Вопрос о том, кто займет должность, обсуждали тщательно, зато кандидатура Леонида Мустайкина, на которой решили остановиться, устраивает всех. Это назначение, естественно, заняло определенное время и потребовало определенной работы, но я рад, что в данном случае совпали интересы, и мы вот сейчас еще на коротке успели еще переговорить, интересы и руководителей республики, которые знают нашего кандидата, которого мы представляли. Он проходил службу здесь, на различных должностях, и поэтому интересы и руководства республики, еще раз хотел повторить, и руководство в СИН, в данном случае, совпали, их мнения совпали, и состоялся указ президента, который утвердил назначение его на данной должности. Полковнику внутренней службы Леонида Мустайкину 40. Он родился в поселке Ивас, учился в Рязанском институте права, а после без малого 20 лет служил на разных должностях в уголовно-исполнительной системе Мордовии. И лишь в 2015-м перешел на федеральный уровень. Так что в республике нового начальника УФСИН знают. Леонид Викторович, это не случайный человек для Мордовии. Мы его все прекрасно знаем, знаем давно, и на всех постах, где он работал, проявлял ту себе, наверное, требовательность, как к профессионалу, требовательность к своим вот этим подчиненным, пользовался достойным уважением среди своих коллег. На взаимное уважение и плодотворное сотрудничество с силовыми ведомствами и органами государственной власти Леонид Мустайкин рассчитывает и сейчас. Я рад видеть всех руководителей, с которыми мы уже работали раньше, взаимодействовали, с которыми будем еще взаимодействовать в плане наведения правопорядка, за поддержание правопорядка и законности в нашей республике, в целом в России в уголовно-исполнительной системе. Я надеюсь, что в ближайшее время мы более тесно пообщаемся, выработаем определенные пути решения о взаимодействии, обговорим вопросы, ну и определенные решения будут приняты. Что же до решений, которые новый начальник республиканского ОФСИН планирует принять в первую очередь, то они будут касаться дальнейшего улучшения условий, в которых персонал из правительных учреждений несет службу, а осужденные отбывают наказание. Также среди приоритетов – совершенствование технических охранных систем. Это требует финансовых вложений, и дополнительные средства исправительная система планирует получить за счет развития собственного производства. Мы будем развивать и существующие. Естественно, никогда производство не стоит на месте. Только за этот год уже развито более 30 различных новых видов деятельности, различных производств открытой. Поэтому всегда развиваемся и будем, я думаю, в дальнейшем развиваться. Естественно, когда работает производство, есть определенное финансирование. Финансирование, опять же, на создание для условий отбывания осужденными, в том числе на создание мер по обеспечению безопасности персонала. Павел Степаненко, Александр Данилов. Наши новости. Финансирование, записка. Продолжение следует...